Вход быков и коней Сегорби Популярный и хорошо известный вход быков и лошадей в Сегорби, первые документальные свидетельства которого относятся к XIV веку. А первое письменное упоминание датируется 1386 годом, без каких-либо упоминаний о его начале в том же году или о его древности, потеряно в тумане времени. Мы действительно знаем, что в то время был только один бык, за который платили городские мясники, мусульманки и христианки, исполнявшие эту задачу по очереди. В 1985 году он был объявлен фестивалем туристического интереса, а после 20 лет завоевания известности и престижа в декабре 2005 года он был объявлен фестивалем международного туристического интереса. Аналогичным образом, в 2011 году он был объявлен объектом нематериального культурного интереса в целях сохранения и защиты его сущности. Вход быков и лошадей – уникальное шоу в своем роде в Испании. Оно проводится с понедельника по воскресенье в неделю, 9 сентября, каждый день в 2 часа дня после взрыва корпуса диктора. Двигайтесь по Калле-Колон, улице, которая находится рядом с вами и которая в течение этой недели покрыта песком, чтобы ни одно животное не упало во время гонки. Улицы, площади и уголки города украшены, чтобы принимать и принимать ежедневно около 20 тысяч человек. Это очень быстрая гонка продолжительностью около одной минуты, которая начинается на площади Пласса де Лос Миссанес, где группа бесстрашных всадников одевает стадо быков и недоуздок, чтобы начать путешествие по Калле-Колон к площади Пласса де Ла Куэва Санта, где арена расположена. Это группа рогов, которая обычно состоит из шести быков и недоуздка. Ранее была выведена на Пласса де Лос Миссанес вместе со всем стадом. На площади Пласса де Лос Миссанес их ждет группа всадников, около 12 лошадей. Всего за минуту группа быков под управлением лошадей и опытных наездников преодолевает почти 500 метров улицы Калле-Колон. Это, несомненно, уникальное событие для всей Испании как потому, что в нем участвуют быки и лошади, так и из-за особенностей, которые окружают гонку, и что на улицах нет большей защиты, чем человеческий барьер, который люди создают своим присутствием. Несмотря на шокирование этого открытия, следует сказать, что это не влечет за собой сопутствующего риска, и причина в том, что лошади направляют рога в виде ромба, не позволяя им отклониться от своего маршрута. Когда животные расслаблены, их загружают в грузовик и доставляют обратно в их конюшни, загоны, где они возвращаются в идеальном состоянии и без какого-либо физического насилия. Перед основным забегом праздничная атмосфера переносится на место реки, где пасутся животные, и традиционно проводилась триа, которая заключалась в отделении стада быков от густого забега, который должен был бежать у входа. Подъем скота по дороге Реали является своеобразной прелюдией ко входу. Это восхождение молчаливо наблюдают сотни людей, стоящих на обочине дороги, несмотря на то, что на этом подъеме стада не прикрыта ни одним всадником. В Д. Ва часа дня, с грохотом туши, начинается вход на улицу Калле-Ди-Ларген. После скачек и скачек публика на улицах и те, кто видел вход с улицы, балконы и смотровые площадки, с радостью ждут конденсированного парада всадников, теперь поднимающегося по улице колонн, чтобы наградить совершенство своими аплодисментами. Ла-Эн-Трада – восхитительное искусство управления скотом, их храбрость и храбрость. Чтобы насладиться фестивалем и показать его публике в течение всего года, Центр интерпретации входа быков и лошадей можно посещать каждый день недели. Он находится в том же здании, что и туристическая информация, и где он точно воссоздан. Суть партии